Здарова, дорогие мои! С вами Кассина Топкин и вместе с Доней мы сегодня устроим прикольное шоу в GTA 5 под названием «Спуски без тормозов». Кукусяндр. А что ж, друзья, именно на данном спуске у нас есть огромная дуга, где мы разгоняем максимальные скорости и внизу на стрелках отпускаем, в общем-то, газ. После чего машина тормозит своим движком, и чем дальше она доберется, тем лучше для нас больше баллов мы получим. Самый вкусный – это гол вон в те ворота на противоположной стороне карты. Кстати, друзья, чтобы вы понимали, то не все машины едут по накату, большинство из них очень быстро тормозят, поэтому до конца добраться прям крайне сложно. Что ж, давай с тобой по тачке. В общем-то, рандом... Ой, вот это, кстати, интересно. Рандом у нас конкретно изменился. Я смотрел, что старые карпаки у нас отшумели и что-то новое добавили, так что если что-то новое попадется, будет интересно как минимум. Так, а это у тебя... МГ Нива. Меркури. Да, 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 и, кстати, он очень хороший. Помнишь, Урбан наш летающий? Вот это плюс-минус то же самое. Кстати, старенького Урбана вроде не осталось. Я хотел их проверить, да не тут-то было. Так, ну давай. Многие машины ушли в небытие. Да, по факту, по факту. Ну, слушай, он молодец, потому что, слушай, даже 1120 не гаси. Э! 1100 тоже было. Так, иди отсюда. Я не ожидал, что ты сзади меня прямо едешь. Так, ну я по накатику полегче буду. Ну да. Но я думаю, что отрыв будет не такой большой. Пошел, пошел, пошел. Так, ну, короче, на скидочку, думаю, на 40 больше будет где-то. Максимум 50. А те? Ну, посмотрим, посмотрим, посмотрим. Короче, ребята, вот такое, да, не вас. Почему AMG и кто это придумал, что он курил, непонятно. Но диски тут от гелика. Может, стащил просто и себе подставил. Как вариант, кстати, почему бы и нет. Так, ну, я 250 проехал уже, я смотрю, тут рядом. Даже 40, наверное, не будет отрыва. Ну, а на панакату на маленькой скорости есть неплохо. А вот я не могу таким похвастаться, я... Да, я быстро торможу. А 275, и ты еще, возможно, кстати, перекатишь. Походу, да, смотри, панакат... Да, да, у тебя по скорости прям хорошо. Или прям ко мне приедешь. 275, не, ну, пока не... А что у тебя с Харри? Нормально Харри была. Вот, ребята, в чем прикол. Машины, которые едут по накату, вот они буквально там на 200 километрах последних могут прокатиться, не знаю, платформа 50. Ну, слушай, вот тебе и Меркурий, пожалуйста. 285 будет, нет? Нет. 5 баллов разница, да? Да, до конца чуть-чуть не доедешь. Чуть-чуть не хватило. Ребята, для тех, кто не в курсе, надо, чтобы все колеса пересекли линию хотя бы вот чуть-чуть. Тогда, короче, следующая платформа считается. Ну, ладно, 5 баллов разница, а тачки на первом раунде прям, ну, очень даже ничего. Хороший, хороший. Так, ну, получается у тебя три машины. Немножко, конечно. Не так я себе представлял финал этого заезда. Так, а я у тебя, кстати, не вижу последнюю машину, что-то новое, видать. О-о-о-о-о-о-о. Дам, по идее, дам. Потому что у нас их несколько. Если да, то это может быть финиш, а для меня это нехорошо. У меня М4, и на самом деле есть у нас хорошие Мки. И это хорошее. Прыгает. А, кстати, большинство хороших машин старых, даже читов, типа, помнишь, у нас была то ли Марк, то ли что такое заряженный, радужный. Вот они вообще какие-то кривые стали. То есть вообще не едут. Я постоянно удивляюсь. Так, ну ты на финиш улетел с такой скоростью, я так понимаю. Что-то прям просвистел. Либо, да, либо почти. Не знаю, посмотрим. Потому что скорость пока 750 есть, но... Ну хорошо, если я в середине, у тебя 750 еще, то да, ты доедешь. При этом у меня тоже скорость была выше штукаря, но М-ка, ребята, не такая легкая и по накату не так хорошо едет. Хотя у тебя и скорость была 1400, наверное, да? Ну, 1400 с чем-то было, да. Ну да, да. Один из быстрейших ребят электрокаров, которые у нас есть на серваке. Но при этом я не жалуюсь, типа, 250 баллов для М-ки это тоже очень хорошо. 400. Так, ну теперь надо отыграть 155 баллов. Я понял, записали. Ну да, да. Чисто рандом. Мистер рандом. Так, ну давай. Мистер бомбастер. 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 А где перед? Бомбастер. А где монстр щел? Ему как раз надо. Че он? Тачку расхерачишься? Нет, взял просто такую же, как у меня почти. Понимаю. Так, ладно. Так, 192 и М5 Туринг. Если честно, если честно, я ХЗ. Ауди кривая ее считать не буду. Туринг быстрый, но он по накату вроде не ехал. От слова совсем. Поэтому я его брать не буду. Возьму вот так вот. Ну давай, ну давай. Так, полетели. Хемика? Хемика куда? Мой, мой. У меня какой-то черный квадрат под машиной. Бля-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Где я? Тихо. Во, нормально. Ты сейчас, слушай, 1100, прикинь. Вообще угар. Слушай, у меня прям дрифт корч, прикинь, наваливает. Нереально? Короче, она бы могла быстрее разогнать, просто у нее постоянно вот этот вечный дрифт. Скорость была под штукарь, а по накату я не поеду. А, и Микода у тебя, кстати, хорошая вроде была. Ну, он такая, едет, конечно, финиша не будет, но неплохо. Так, а у меня что-то прям уже такое. О, у меня дятел Вуди злой нарисован. С молотком. Дятел Вуди, да, прикольно. Так, че? Вуди бэк. Не знаю, че это значит, ладно. Так, в общем-то, 95. Для меня это печалище лесное, потому что ты девочек. 280, 280. Ой-ой-ой-ой. Это мне на финиш, ребята, надо приехать, чтобы тупо отыграться. Так, вот она, Химикуда. Очень, че-то жестко. Да, 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 да. Ну, кстати, это уже вторая такая старенькая машинка, то есть в Мекури это тоже как бы, не знаю, годов 70-х, может быть, 80-х. Ну, старенькая, старенькая, старенькая. Очень хорошо, очень хорошо. Мне, кстати, вот нравится Химикуда, еще вот спереди, когда у него фары такие, знаешь, типа как овал. Вообще прикольно смотрится. 315, это жир. А, это хорошо, хорошо. А что ж могу сказать? Нерадостно? Ема. Не вижу пока. Вообще ни одной тачки не вижу. Так, новенькая Херовина, это электрочайник. И он, кстати, не быстрый был, насколько я помню. Электрочайник, значит, да. Кто? Даже не прокачался. Ржавое ведро вижу. О, чит. О, это хорошо, да. Да, это чит. Хорошо, что не прокачалось ведро, потому что было бы печально. Вес-то, кстати, хз, я не помню. У нас их несколько, какая-то хорошая какая-то нет. Хорошенькая. А что за ведро? Меня? Я не знаю. Это, кажется, из форсажа машина, которая там, где они были на кубе. А я удержался. И что там сделал? Да я всю дорогу, короче, влево-вправо, влево-вправо. Что-то у меня корчины сегодня одни. Ты сейчас стоп по итогу, и скорость, кстати, нормально теряется. Может быть, доеду до конца, значит, сравняюсь, возможно. Вопрос, сколько ты возьмешь? А нет, я думаю, что не очень много. Так, но вес-то неплохая от первого лица. Как-то места мало. Слишком места мало. Как-то в окушке сижу. Странно, как-то визуально выглядит. Давай, 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 давай. Ну нет, тут вообще прям очень мало будет. Ну, слушай, я доеду до конца, скорее всего. У меня 500 загажников и 275. Я приезжаю, так что, да. Может быть, там где-то на последнем издыхании, но все-таки закатиться должен. Так, ну ладно. Итого, итого. Это где-то... Слушай, а мне кажется, ты где-то буквально на 5-10 баллов впереди сейчас. Если я плюс-минус правильно представляю. И при этом я до финиша не доеду, походу. Прикинь? Реально? Да. А если так, то еще вот сейчас сколько останется, ребята, до конца, столько сверху можно крутить. 375 будет, прикинь? Давай там, держись. Ну, он рычит опять бензин против. Бензин дорогой нынче. Не хер, как говорится. 25 баллов не доехал я до конца. Ну, в любом случае, 3 машины за мной. Это уже хоть что-то. Так. Ну, давай-давай попробуем. Посмотрим. Так, это плохо. На-на! Понял. Раз. Вот это, кстати, плюс-минус. Там сейчас, если, кстати, рванет. Да-да, а, вот. О, и ламба хорошая. Так, ну вопросики у меня, вопросики-вопросики, потому что... 282. Так, ребят, давай тоже уберем. А, короче, беру ламбу. Ламба быстро, ламба хорошо. Это Bugatti Atlantic. И вторую я не видел. Ну, у меня, да, там была какая-то фера. Вроде хорошенькая, но по факту нет. Ну, это как туринг. То есть туринг, ребята, 320 под капотом. А по факту он очень с хорошим зацепом. И, типа, толку от него мало. Ну, да-да-да-да-да. Я, если честно, думал, что ламба почти с 300 лошадьми разгонит хотя бы штукарин. Но нет. Даже рядом нет. Ну, я поехал 680. Ну, я чуть быстрее. Ну, где-то соточку возьму. Может, чуть больше, ребятки. Ну, типа, ладно. Главное, что красиво смотрится. Но вот, конечно, по накату машина не поедет. А значит, она не летающая, кстати. 60, короче. Так, у меня 105 и, возможно... Нет, невозможно 105. 110 не будет. Так, ну окей, продолжаем. У нас буквально несколько еще, ребята, заездов. Поэтому, кто лайк еще не поставил, самое время. И подписаться на канал не забудьте. Ой, хорошо, может быть. И слива полная херня. Так, вот эту херню я помню. Это приорка, ребята. Я тоже, да. Ты ее вынимаешь, серьезно? Да, она, правда, не ездит ни херня. Но вторая тоже просто не ехала. Поэтому вариантов особо не было. Короче, у меня прикол. Мне малой залил, короче, клавиатуру чаем с сахаром. Когда в госях был. И, короче, свалил. А у меня теперь одну букву нажимаешь, он там сразу за тебя письмо пишет. Я ей отмыть ее не могу. Короче, прям такое, габела. Я достал старую клавиатуру. И оказалось, что она тоже когда-то залитая была. Она уже не чаем. Я сижу, думаю, две клавы почти за 10к. А толку от них нихрена. Прикольно. Ну да. Можешь постирать, как в этих тиктоках, знаешь. Я твою клавиатуру помыло, типа. Может, поможет. Слушай, я... Я также приехал на 50 или 65 даже. Так, ну а я хорошо поехал. И уже 150 где-то я выиграл, как минимум. У меня та самая эфира. Да, да, да. Слушайте, прикольная тачка. И стоит, ребята, 52 мульта вроде в реале. Баксов причем. Ну да, дорогая. Очень дорогущая. Чуть-чуть дорогая, да. По цене. Однушки в Москве. Ну типа того, да. Так. 310. И слушай, я опять до конца не доеду. Хотя эта машина потенциально должна была до тут доезжать. Но не тут-то было. Хотя едет. Вот она едет примерно как Mercury, понял, в первом раунде. То есть она вот на последних оборотах прям катится, катится, катится. Это хорошо. Едет катится. Да. Прям катится, слушай. До конца не знаю, докачусь или нет. Но 370 уже есть. Это уже лучше Веста, ребятки. Ну это импортно. Хотя то, что Веста до сюда доехала, это тоже какие-то вопросы. Почему и зачем. Так, 385. Слушай, и 395. Я, слушай, 400-то облизну, может быть? Нет, не облизну. 395 будет. И прикинь, я прям перед воротами, скорее всего, остановлюсь. Реально? Да, я прям вот на последней платформе, на которой стоит ворот, и все. 395. А до ворот не дает вот где-то середину платформы. Ну, может чуть больше. Обидно, обидно. Буквально не хватило, ну сколько? Километров 50, может быть. Ну ладно, записали баллы, ребята. Да, не идем дальше. Так, из широких штанин достаем дотшрам. Вазилин. Зачем тебе Вазилин в шпанах? Ну просто попалось в подрифмах. Так. Я бы с тобой рифмовать не хотел. У меня, кстати, все новое попалось. О! Это, кстати. Попалось, но... Это не читерый. Нет. У меня нет. У тебя ролл хороший. Я возьму. Так, я вот нажал, надеюсь, я ничего не отключил. Э, спасибо. У меня, кстати, TRX. Новенький. А он вроде был прям хороший. Прям такой. На анаболиках. Да. Э, я думал ты быстрее. Да я быстрее, нормально все. Не, ну, с роллсом вопросов нету. Хотя он по накату вроде такой сомнительный. Но все равно он. Плюс-минус быстрый. Я разогнал 800 всего лишь. Я что думал... Шестиколесный роллс-ройс. Придумал вообще, зачем? Ну, это, знаешь, из линейки вот этих волоцерапторов. Прочей херни. Наверное, какая-то просто контора специализируется на то, что ось добавляет еще. Хотя такую хрень, мне кажется, под заказ делать надо. А 90? Всего лишь? Ну, в принципе, терпимо. Друзья, у нас финал. Последний спуск. Последняя возможность заработать баллы. Не буду считать зубочистку. Она тупо даже не спустится на нашей дуге. Давай-давай. Первая, вторая. О! Ну все. Ну все. У меня сегодня парад одних и тех же машин. Я ради интереса достану, ребята, вторую свою. Лаба Винтадор. Кстати, тоже было бы очень даже неплохо. Правда, это AirMod, поэтому плохо. Так, а у тебя что, по сути? Вижу Колян, видел Фонду или что это было. А что третье? Да. Это Nissan Titan. О! Но Titan, кстати, херовый. Это не херовый Titan, который есть. Да. Вот старый наш легендарный, ребята. Кто помнит Titan в комментариях, напишите. Вот он в свое время, конечно, жопу многим надирал. Хотя он и сейчас бы надирал. Вопрос только, остался он или нет. Было дело, было дело. Кстати, я сейчас, возможно, поехал быстрее. Я до ворот доеду, потому что в первый раз, когда я спускался, меня прям крутило вертело. А сейчас я идеально спустился и еду, мне кажется, лучше. Так что, возможно, ворота все-таки я и в тот раз должен был брать. А взял 370 по итогу. Крутило вертело тебя, значит, да? Ну да, как на вертеле прям. Так, у тебя как дела? Ну, ладно. А, 75 сделаю, все. Ну, поехал. Ну, 75 это лучше, чем даже большинство машин, которые сегодня у нас было, таких слабеньких. Слушай, вот мне даже интересно. Я до ворот доеду на этот раз. Это прикинь, какая разница? Типа, если бы я первый раз тоже переехал и ехал прямо, я бы доехал до конца. Потому что я прямо сейчас проезжаю уже 360, а у меня еще 350 в загажнике. Вот так вот. Математика, как говорится. Мощно получается, мощно. Да. Вот этот отрыв в конце, ребята, это уже жирная точка, так сказать, в соревновании. Еще в запасе 180 остается килограмм в час. Так что, ребята, за первый раунд тоже 400 надо было рисовать по-хорошему. А что ж, лайк, комментарий, подписку. Вот такой вот ролик получился. Всем спасибо и всем до скорой встречи. Пока-пока. Пока-пока, ребят.